Комфорт, безопасность, закрытая территория и видеонаблюдение. Это жилищный комплекс «Крылья» на улице Чернышевского. Здесь разворачивается конфликт между собственником коммерческих помещений и жильцами. По мнению последних, обещания, которые им пять лет назад давал застройщик, на сегодняшний день оказались иллюзией. Давался он с большой помпой, как дом комфортного содержания. Здесь огороженная территория, недалеко пляж новый, который для нас сделали. Но в марте этого года в одной из пустующих зданий дома номер 137А по улице Чернышевского переехал «Магнит». Собственником торгово-офисных помещений в доме является застройщик компания «Союз-С». По словам жильцов, при покупке квартиры им обещали, что продуктового магазина здесь точно не будет. В непосредственной близости от входа в наш подъезд здесь постоянно будут ездить туда-обратно грузовые машины. То есть грузовые машины приезжают, какое-то время здесь стоят, разгружаются. По опыту других магазинов, которые входят в систему «Магнит», естественно, здесь будет грязь. Разгрузка осуществляется ровно там, где я стою. И камера на подъезде фиксирует, какое здесь происходит безобразие по утрам. В принципе, здесь выходят девушки с колясками, здесь в доме очень много детей и так далее. И когда вот сюда, она же эта фура, она же пятится. Они демонтировали большие ворота, то есть они нарушили конструктив здания, сделали здесь маленькие ворота, сделали разгрузочную площадку на территории земельного участка, который принадлежит жильцам дома. Установили систему кондиционирования также на территории земельного участка, который принадлежит всем жильцам дома. Никакого собрания общего по этому вопросу не собиралось, то есть мы подразумеваем, что это было произведено самовольно. Извините, а вам кто дал задание вот это делать? Начальник вам дал. Начальник у вас кто? Мещеряков. Мещеряков. А он вообще какое отношение имеет к этим воротам? Вот это я уже у него справка не сказал. У нас были установлены ворота, и эти ворота были срезаны, и теперь, ну вот, хорошо сейчас туда посмотреть, вот это все теперь практически происходит на территории двора. Они срезали эти ворота на основании того, что этот забор принадлежит застройщику. При том, что пять лет этот забор здесь стоял, дом сдали вместе с этим забором. Сейчас они говорят о том, что законом не предусмотрен этот забор, у них нет его на проекте, и поэтому мы его сносим. Жильцы крыльев негодуют, застройщик не желает служить аргументы граждан. Наш застройщик, Союз, занимает такую позицию, это наше собственное, что хотим, то и делаем. Дело в том, что мы квартиры покупали в собственность за приличные деньги. Юристы компании «Застройщик» пишут в общий чат жильцов угрозы членам инициативной группы, угрожая им уголовной ответственностью. На одного из членов нашей инициативной группы уже написано заявление в милицию, то есть это как совершенный акт уже, то есть они подали это заявление о том, что он препятствует их деятельности. Ну я думаю, что такое поведение компании «Застройщика», именно Союз, связано с тем, что компания принадлежит гражданину Естафьеву, Аркадию, то есть она входит в его холдинг компании, и этим связано такое поведение. Отношение к жильцам, отношение к территории дома, то есть просто самовольничество, я считаю, с их стороны происходит. С жильцами Крыльев наша съемочная группа общалась в минувший понедельник. Люди утверждают, что не прошло и суток, как пришла расплата. По крайней мере, одна из активисток говорит, что лишилась места на парковке. Я позвонила сегодня очень вежливо Ирине Васильевне, она вот у меня нет никаких мест, я с вами разговаривать совершенно не хочу, и бросила трубку. Я поняла, что они типа нам вроде отомстили за вчерашний сюжет, но мы так решили, что за это нас, значит, выгнали из парковки. Они решили войну против нас объявить, это вообще некрасиво, это подло, что так вот позвоните, сказать, убирайте свою машину. Конечно, мы возмущены, очень возмущены. Подсъемка полностью, сядет счет, нигде первый этаж, низний тоже весь засекает. А это тот самый паркинг. Как рассказывают местные жители, два раза в год здесь все затапливает, и никто эти нарушения не торопится устранять. Такое поведение со стороны застройщика настораживает, делятся обитатели дома. Никто не знает, какие еще договоренности могут быть нарушены. Мы, в принципе, успокоимся за свою безопасность, за свою собственность, и мы бы хотели на территории дома, где мы живем, где мы являемся собственными, принимать решения, а не быть просто временными жильцами, так, как сейчас это позиционируется. Собственно, в этом основная наша претензия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова